Новый антиворовский закон оставил общак без держателя. В криминальной кассе сейчас примерно несколько десятков миллионов долларов. Представители высшей иерархии криминального мира России обсуждают, кто может стать держателем общака, так называемого фонда взаимопомощи, пополняемого за счет преступной деятельности и предназначенного для оказания поддержки ворам в законе, находящимся в местах лишения свободы, оплаты адвокатов, подкупа чиновников и силовиков, выплаты пенсии пожилым законникам и т.д. Как отмечает Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах, выбор кого-либо на этот пост стал затруднен после принятия закона, ужесточающего наказание для воров в законе организаторов и участников сходок. Первым за сам факт лидерства в преступной иерархии грозит до 15 лет лишения свободы, вторым, до 20. После осуждения главного вора Шакра Молодого летом прошлого года его формальным приемником был выбран Олег Шишканов. Шишкан. Также сообщалось, что после ареста Калашова за общаком присматривали Кахагальские васа воскрес. Однако в последнее время, в преддверии выхода на волю такого тяжеловеса, как Терриелань Ане, Таро, стали говорить о его претензиях на главный воровской трон. Однако вскоре после его освобождения стало известно, что он будет экстрадирован в Испанию, где его ждет новый срок. Главный вопрос, должен ли держатель кассы обязательно находиться в России или может распоряжаться ей удаленно? Или же и сам общак должен находиться за рубежом? Сейчас, по словам источника, за контроль над этими средствами борются крупнейшие воровские кланы Таро, Шекра Молодого и Гули. Отметим, что размер всероссийского общака, по некоторым данным, оценивается в несколько десятков миллионов долларов.